Здравствуйте, дорогие ребята! Я приглашаю вас на урок русского языка. Дальше продолжим своё путешествие по стране глагол. Давайте вспомним, что мы знаем о глаголе. Дополните предложение. Глаголы – это слова, которые обозначают действие предмета и отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?». В предложении глагол обычно бывает сказуемым. Глаголы изменяются по числам и временам. Глаголы употребляются в форме настоящего, прошедшего, будущего времени. Глаголы в форме прошедшего времени отвечают на вопросы «Что делал?», «Что сделал?», «Что делали?», «Что сделали?». Выполним задание. Найдите словосочетание с глаголами прошедшего времени. «Тает снег», «Запел жаворонок», «Побегут ручьи», «Пришла весна», «Засветило солнце». Проверим словосочетание с глаголами прошедшего времени. «Запел жаворонок», «Пришла весна», «Засветило солнце». «В одинаковой ли форме» стоят эти глаголы?» «Нет, мы видим, что эти глаголы отличаются по родам». Тема урока «Изменение глаголов прошедшего времени по родам». Мы узнаем, как изменяются глаголы в прошедшем времени. Как определить род глаголов прошедшего времени. «Будем учиться». Находить в предложении глаголы прошедшего времени. Определять число глаголов прошедшего времени. В глаголах единственного числа определять род. Откройте учебник на странице 119, упражнение 202. Прочитайте стихотворение. «Разгорелся денёк над речною водой. Окунулся окунёк в солнце золотое. Потихоньку на волне разошлось колечко. И в прохладной глубине засветилась речка». Определите род, выделенных имён существительных, и глаголов, которые с ними связаны. «Окунёк что сделал?» «Денёк что сделал?» «Разгорелся». Глагол «разгорелся» – «мужского рода». «Существительное окунёк» – «мужского рода». «Окунёк что сделал?» «Окунулся». Глагол «окунулся» – «также мужского рода». Колечко среднего рода. Что сделало? Разошлось среднего рода. И существительное, и глагол среднего рода. Существительная речка женского рода. Речка что сделала? Засветилась. Глагол засветилась. Также женского рода. Мы видим, что глаголы в форме прошедшего времени единственного числа изменяются по родам. Род глагола в предложении зависит от рода, имени существительного, с которым этот глагол связан по смыслу. Жаворонок что сделал? Запел. И жаворонок, и запел. Мужского рода. Весна что сделала? Пришла. И существительная весна. И глагол пришла. Женского рода. Солнце среднего рода. Что сделала? Засветила. Также среднего рода. Выполним задание. Измените глаголы по числам и родам. Жить, попить, нести. Поставьте их. Мужской род – единственное число. Женский род – единственное число. Средний род – единственное число. И форму множественного числа. Проверим. Глагол «Жить». Мужской род – единственное число. Жил. Женский род – единственное число. Жила. Средний род – единственное число. Жила. Множественное число. Жили. Глагол «Попить». Мужской род – единственное число. Попил. Женский род – единственное число. Попила. Средний род – единственное число. Попила. Множественное число. Попили. Глагол «нести» – мужской род, единственное число, нёс, женский род, единственное число, несла, средний род, единственное число, несло, множественное число, несли. Посмотрите на глаголы. Жили, попили, несли. Можем ли мы у них обозначить род? Нет, род глаголов множественного числа не определяется. Внимание! Род глаголов прошедшего времени множественного числа не определяется. Тетради лежали, книги лежали, одеяло лежали. У глагола «лежали» род неопределим. Ну, а теперь выполним задание. Распределите глаголы прошедшего времени на три группы. Глаголы «взял», «нёс», «играла», «сходила», «пекли», «созрела», «увёз», «испёк», «была», «убежала». Проверим. Мужской род взял, нёс, «увёз», «испёк». Женский род сходила, «созрела», «была». Средний род «играла», «бежала». Какой глагол «лишний»? Почему? Глагол «пекли» употребляется в форме множественного числа. Род не определяется. Запомните, глаголы в форме прошедшего времени единственного числа изменяются по родам. Род глагола в предложении зависит от рода имени существительного, с которым этот глагол связан по смыслу. Род глаголов прошедшего времени множественного числа не определяется. Наше путешествие подошло к концу. Спасибо за внимание.